Галакси ноут 2 Модели даже больше, но изменилось соотношение сторон 16 на 9, которая сделала смартфон немного уже и за счет этого он удобнее лежит в руке. Ну и еще теперь не будет черных полос во время просмотра видео. Материалы для второго ноута выбрали качественные. Это металлическая окантовка, она делает конструкцию из пластика прочнее. Сам по себе материал похож на тот, что использован в Samsung Galaxy S3. Немного жаль, что у задней крышки больше нет характерной текстуры, но с другой стороны глянец делает девайс чуть менее гиковским, что скорее всего больше понравится широкой аудитории. Все элементы управления остались на тех же местах. Справа находится клавиша включения и блокировки, слева регулятор громкости, сверху джек для наушников, а снизу порт microUSB для зарядки и подключения к компьютеру. На задней панели нашлось место для камеры с разрешением 8 мегапикселей и светодиодные вспышки. Спереди над экраном в ряд расположились сенсоры освещения и приближения и фронтальная камера для видеозвонков. Диагональ экрана увеличилась с 5 до 5,5 дюймов, а разрешение матрицы Super AMOLED стало равно 1280 на 720 точек. Углы обзора, яркость, контрастность, все на высоте. К цветопередаче тоже нет никаких вопросов. Краски очень сочные и иногда даже кажется, что немного слишком. Но это просто особенность органических светодиодов. Для того, чтобы Samsung могла назвать девайс ноутом, ему в обязательном порядке нужно перо. В новой модели фирменный S-Pen все так же спрятан в правом нижнем углу. Теперь он стал более овальным в поперечнике и держится в пенале на магнитах. С помощью этого стилуса можно управлять устройством на расстоянии 8 мм. и переводить рукописные заметки в печатный текст. Предустановленный софт даже умеет распознавать формулы, строить графики и решать уравнения. Во время разговора при помощи пера можно прямо тут записать какую-нибудь короткую заметку. Кроме того, можно быстро вырезать части фотографии или подписать ее с обратной стороны. Есть забавная функция визуализации слов в ClipArt. Ну и в конце концов, сенсор в экране и сам S-Pen сделаны совместно с компанией Wacom. А значит, на новом ноуте можно рисовать почти как на бумаге. Так как распознается 1024 уровня нажатий и угол наклона пера. При этом производительность девайса просто потрясающая. Благодаря четырехъядерному процессору X-Synos с частотой 1,6 ГГц он набирает в квадран-стандарт порядка 6000 баллов, обгоняя HTC One X, Asus Transformer Prime и даже своего брата Galaxy S3. И что самое классное, Samsung Galaxy Note 2 работает не на Android 4.0, а сразу на Jelly Bean 4.1. Что, во-первых, добавляет несколько крутых фич в систему, а во-вторых, оптимизирует энергопотребление. Батарея тут установлена на 3100 мАч, что позволяет надеяться на сутки, а то и больше автономной работы. Учитывая такую мощь, это очень-очень круто. Samsung развила и, кажется, закрепила успех Galaxy Note, выделив устройство со стилусом в отдельное семейство. Это и многое другое вы можете найти в интернет-магазине Связной.